Роман Абрамович вынужден прятать свои яхты и продать Челси. Из респектабельного бизнесмена он превратился в токсичную фигуру. Его судьбу повторили многие российские олигархи, близкие к путинскому режиму. Вечеринки, имиджевые проекты, нефтегазовые миллиарды не спасли от санкций. И это только одна их часть, наиболее видимая. Не так заметно, но гораздо более эффективно стабильно падение уровня внутреннего валового продукта и полный коллапс военно-промышленного комплекса. Все это только начало действия беспрецедентных санкций в отношении России. Многие западные СМИ все чаще пишут о том, что санкции, введенные против России, больше ощущаются на Западе. И что российская экономика оказалась на удивление устойчивой. Однако, такие заявления противоречат действительности, считает группа исследователей Ельского университета США во главе с профессором Джеффри Соненфельдом, опубликовавшая доклад «Уход бизнеса» и как санкции калечат российскую экономику. Более тысячи компаний ушли или объявили об уходе из России с февраля, свидетельствуют данные аналитиков. Инвестиции этих компаний составляли более 600 миллиардов долларов. А количество рабочих мест, которые они создали, превышало 5 миллионов. Вот что говорит профессор Джеффри Соненфельд. Чем агрессивнее компания уходила с российского рынка, тем больше она вознаграждалась на Уолл-стрит. То есть уход никак не навредил компаниям и их акционерам, а даже наоборот приносил прибыль. В то же время президент Путин выдумывал ложную информацию, демонстрировал вводящую в заблуждение статистику, показывающую, что фондовый рынок упал лишь чуть более, чем наполовину, а рубль выглядел обманчиво сильным. Он таким образом говорил миру «Видите, ваши санкции не работают». Но на самом деле он лишь фальсифицировал данные. После военного вторжения России в Украину сообщения в государственных федеральных медиа в один голос трубят неблагоприятных показателей «Нет, все отлично». Но команда экспертов Ельского университета использовала данные международных торговых и судоходных партнеров, а также нетрадиционные источники, включая высокочастотные данные о потреблении, кросс-канальные проверки и поиск сложных данных о перевозках. И в итоге опубликовала один из первых комплексных экономических анализов, который измеряет текущую экономическую активность России через пять месяцев после вторжения в Украину. Зависимость России от экспорта ее энергоносителей и сырья указывают авторы документа больше, чем зависимость мира от этого импорта. Практически 60% поступлений российского бюджета зависят от продажи энергоресурсов. А в то время как в мире российский экспорт энергоносителей по каждой позиции газ, нефть, уголь составляют не более 10%. Поставки российского газа в Европу упали до рекордно малых значений за пять месяцев. А возможность увеличения поставок на восток, как это декларирует Путин, ограничена из-за отсутствия инфраструктуры. Директор исследования Стивен Тиен говорит, у России нет необходимых технологий разведки и добычи, которые позволили бы начать добывать нефть в новых месторождениях в Арктике, как и технологии для сжижения природного газа. Так что по большей части, хоть Россия и обладает энергоресурсами, без помощи Запада она не в состоянии их добывать и поставлять. Для доставки газа необходимы трубопроводы, поскольку это не сжиженный газ. 90% трубопроводов, ведущих из России, ведут в Европу. И только 10% всего один трубопровод ведет в Азию. Да и тот еще полностью не достроен. Россия тратит валютные резервы, к которым имеет доступ чрезвычайными темпами. Со времени полномасштабной агрессии резервы уменьшились на 75 миллиардов долларов. Из примерно 600 миллиардов долларов золотовалютных резервов страны почти 300 заблокированы за рубежом. Импортозамещение также не работает, говорят аналитики, указывая, что России пришлось значительно сократить выпуск автомобилей и отменить ряд требований безопасности. Страна теряет доступ к запчастям и высокотехнологичным товарам. Резко почти на 20% за период с начала агрессии упала розничная торговля и потребление. По мнению Виктора Бабинского, соавтора доклада, в России давно уже исчезла благоприятная среда для бизнеса. А после начала агрессии ситуация стала еще хуже. Российское правительство давно уже уничтожило права собственности в своей стране. Еще в 2003 году Путин начал чистку олигархов с помощью судебной системы и полиции. С тех пор это правительство создало экономику, в которой нет независимого бизнеса. Каждый бизнес должен следовать линии партии, линии правителя. И те компании, которые из чистой жадности предпочли остаться в России, теперь начинают осознавать, что их ставка не окупилась, поскольку Россия становится еще одним Ираном, изолированным от мировых рынков экономически и политически. Однако с выводами доклада, согласны далеко не все эксперты, сообщает «Голос Америки». Так экономист Блумберг Александр Исааков обнаружил несколько неточностей. Например, авторы исследования пишут об огромном спаде российской экономики по итогам первого квартала 2022 года, при этом не учитывая сезонный фактор. Показатели первого квартала в России каждый год традиционно значительно хуже предыдущего. Это связано с новогодними праздниками, с холодным климатом и сельскохозяйственным циклом. Если принять во внимание эти данные, то в первом квартале ВВП вырос на полпроцента, а спад начался только во втором квартале, подсчитал Исааков. Но ситуация для России все равно не радужная. Падение добычи нефти в России в следующем году может превысить порог в 50%, полагает аналитик нефтегазового сектора Михаил Крутихин. По его мнению, на уровень снижения добычи заметно не повлияет даже то, что объявленная европейская эмбарго, которая вступит в силу в декабре текущего года, будет с изъянами. Аналитик убежден, что Москву в этой ситуации объективно не способны выручить ни Китай, ни Индия, несмотря на то, что Россия торгует с ними черным золотом по сниженным ценам. Россия теряет остатки своих ресурсов. Крах неизбежен.